Мира вам, родители и сестры! Мы сегодня откроем книгу-притч, 4 главу, и прочитаем 18 стих и 19. Библия – это книга контрастов. Она повествует о том, что есть Бог и есть дьявол, что есть свет и есть тьма, есть добро и есть зло. Есть правильные пути и есть ложные пути. И сегодня мы будем рассуждать об этом, что есть правильные пути, по которым мы должны идти, и ложные пути. Псалмон говорит о том, что стезя, дорога, путь праведного, праведных, оно как светило лучезарное. Кто из вас встречал рассвет? Поднимите руку. Наверное, почти все, да? Красивое зрелище, да? Когда небосвод начинает светлеть, потом становится все светлее, светлее, потом появляется солнышко и становится светло. Но солнце понимает, оно достигает до своей точки, до зенита. И что происходит? Очень светло. Мы все видим. Тот, кто ходит ночью, он, говорит в Священное Писание, что? Спотыкается. А кто ходит днем, тот ходит нормально. Поэтому Соломон говорит о том, что дорога, путь праведного, оно как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Давайте разберемся с терминами, со словами, которые использует в данном случае Соломон. Соломон, стезя, дорога, путь, светило, солнце, это свет, это рассвет в данном случае, да, если мы возьмем греческий оригинал. И лучезарное, оно означает слово сияние, блеск, блистание. Вот такие слова использует Соломон в данном случае. Дальше он говорит о том, что стезя праведного человека, вот, в данном случае, что означает слово праведник? Если мы возьмем мирское, значит, где описываются термины ожегов, да, он говорит, что человек, который живет праведной жизнью и не имеет грехов, ну, так вот написал мирской человек, да, человек, живущий согласно заповедям, моральным предписаниям какой-нибудь религии. Синоним этого слова святой. Но если мы возьмем библейские слова, что означает слово праведный, да, действительно, это человек, который живет праведной жизнью, но ожегов говорит о том, что он не имеет грехов. А Библия что говорит? Если кто говорит, что он не согрешает, то кто он? Лжец. Да, мы праведные по нашему положению, по вере во Христа Иисуса. И мы не становимся праведными, ведя себя пристойно, да, потому что мы сами по себе все неправедные. И Библия говорит нам об этом, пророк Исаия, 64 глава, 6 стих. Все мы сделались как нечистые, и вся праведность наша, как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Поэтому по своей природе мы не обладаем праведностью, у нас нету своей собственной праведностью. Только Бог делает нас таковыми. И поэтому смотрите, что говорит Псалмопеец, Псалом 50, 12 стих. «Сердце чистое сотвори во мне Божие, и Дух правый обнови внутри меня». Библия говорит о том, что праведность, которую дает нам Бог, это вмененная праведность. Мы выяснили, что у нас нету собственной праведности, «Но тот человек, который уверует в Иисуса Христа, Бог вменяет ему праведность своего Сына». Римлян 4 глава, 6 стих. «Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел». Потом Библия говорит, что мы спасены не от дел, но благодатью мы спасены. И Галатам 3 глава, 11 стих. «А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Поэтому в итоге мы можем сказать, что праведность – это вера Богу. Авраам что? Поверил Богу? И что Господь сделал? И он минил ему это в праведность. Конечно, праведный человек, он не будет делать беззаконие. Он старается жить свято, благочестиво, чтобы угодить Богу. Поэтому Библия говорит нам, 1 Иоанна 2 глава, 29 стих. «Если вы знаете, что он праведник, знайте то, что всякий, делающий правду, рожден от него». Итак, мы выяснили, что праведник – это тот человек, который верит Богу. И Бог по этой вере вменяет человеку праведность своего Сына Иисуса Христа, потому что праведный верою жив будет. И здесь, в данном случае, Соломон говорит о том, что дорога праведных, как светила лучезарная. То есть, жизнь этого человека, она становится все светлее и светлее. И тогда смотришь на человека, у которого уже седая голова, у него же есть большой опыт. И вы знаете, эти люди светятся. Почему? Они живут с Богом. И тот Дух Божий, который живет в сердце человека, он, знаете, он проявляется и снаружи. Проявляется в повседневной жизни. Смотрите, Христос говорит о том, что есть только два пути. Евангелие от Матвея, 7 глава, 13 и 14 стих. Он говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Я скажу, большинство людей. Если мы возьмем, сколько сейчас на земле населения, сколько людей живет? Почти, наверное, 8 миллиардов, да, молодежь? Где-то примерно, да, до 8 миллиардов. Так, и мы посмотрим, что большинство людей, которые окружают нас, они идут по этому широкому пути. Они говорят, я хочу жить так, как я хочу. Я себе избираю дорогу. Главное, чтобы я испытывал удовольствие, чтобы мне было приятно. Все остальное меня, как в этом американце, don't care, меня не волнует. Меня волнует, чтобы мне было приятно. И эта философия жизни, она вокруг нас. Люди говорят, психологи говорят, главное, чтобы тебе было хорошо. Не причиняя вред твоему ближнему человеку, но главное, чтобы тебе было хорошо. И Христос говорит о том, что вот по этому широкому пути и пространному, который ведет куда? В погибель. Многие, мы говорим, большинство идут этим путем. Чем заканчивается этот путь? Заканчивается вечной участью без Бога, где мрак, где червь не умирает, где огонь не угасает. И Библия говорит о том, что будут мучиться тысячу лет. Так, да, написано? А что там сказано? Во веки веков. Извините, я хочу, чтобы мы думали, братья и сестры, помогайте мне, я буду попросить вас. Да, продолжайте эти слова, которые я начинаю. Да, но, потому что тесны врата и узок путь, ведущие куда? В жизнь. И немногие находят их. Я скажу вам больше, многие находят, но не готовы платить цену следования за Иисусом Христом. Многие бы хотели бы войти в Божие Царство и быть вечно с Иисусом на небесах, но у них, знаете, багаж там, вот сзади багаж большой. Вот, они хотят жить своей жизнью. Они не желают расстаться со своим прошлым. Но этот узкий путь, и тот человек, который вошел через тесные врата и пошел по этому узкому пути, ведут в жизнь. А что будет в этой жизни? Вечное блаженство. Радость, счастье, покой. Мы будем в присутствии Бога, и это будет без конца. И мы видим, что все зависит от того, что выбирает человек. По какому пути он пойдет? Желает ли он расстаться со всем тем, что влечет его сердце? Его испорченная природа? Или же он становится на этот узкий путь и следует за Иисусом Христом? Салмо был очень мудрым человеком. И он говорит, притча 15 глава, 24 стих. Путь жизни мудрого куда? Вверх. Чтобы уклониться откуда? От преисподней внизу. Куда мы стремимся, братья и сестры? Я знаю, куда вы идете. Мы пилигримы куда? В небесную страну. Мы избрали этот узкий путь. И нам говорят, да вы фанатики. Но не будьте вы так ограничены. Но разбавьте свою жизнь мирскими вещами. Нет, мы говорим, мы следуем за нашим Господом Иисусом Христом. И мы знаем, чем закончится этот путь. Мы знаем, какой будет конец. Потому что мы связаны с Иисусом Христом. Мы любим Его. И мы будем идти до конца. Не свернем с этой дороги. Поэтому мудрый человек, он понимает, что если я пойду вот этим путем, этой дорогой, он закончится где? В преисподней, внизу. Здравый человек понимает, что надо делать правильный выбор. Не быть как животное, которое следует своим инстинктам и своим желаниям. Я хочу. Я не могу остановиться. А что говорит здравый рассудок? А здравый рассудок говорит, что если ты пойдешь этим путем, он закончится внизу, в преисподней. Поэтому что нужно делать? Думать. Нужно думать. Нужно делать правильный выбор, чтобы уклониться от преисподней внизу. Стремись вверх. Это движение постоянно против течения, братья и сестры. Это постоянная борьба. Но не будет так, что я вот уже расслабился, вы знаете, и меня течение несет. И все. Я под благодатью. И мне так хорошо. Нет. Да, мы под благодатью. Аминь. И Бог в нас. И мы новое творение во Христе Иисусе. И мы об этом много проповедуем. Но расслабляться нельзя. Это постоянная борьба. Мы находимся в состоянии постоянной духовной войны. И апостол Павел говорит, наша брань, что не против плоти и крови, но против целой армии. А против духов злобы поднебесных. Начальство, власти, правители, начало и так далее. У нас постоянная борьба. Господи, помоги нам. Помоги нам каждый день делать правильный выбор. Потому что нам дана такая благодать, о которой только могли помечтать ветхозаветные верующие. Они говорят, они издали, смотрели. Они желали вникнуть, понять то, что мы сейчас имеем. Мы иногда так, знаете, ну да, благодать. Ну, хорошо, что благодать. Я одному человеку говорю, Бог тебя любит. Он говорит, ну, хорошо, пусть любит. Ну, так иногда мы можем относиться к этим серьезным вещам. Поэтому нам нужно стремиться вверх. Путь праведника – это узкий путь. И пророк Исаия говорит, 26 глава, 7 стих, «Путь праведника прям. Ты уравниваешь стезю праведника». То есть Господь помогает такому человеку, который любит Бога, который стремится угождать Господу. Господь уравнивает его путь. И это прямой путь. Там нету лукавства, там нету лицемерия. Это человек открытый, это честный человек. И если у него борьба, он говорит, «Господи, помоги мне, я в борьбе, помоги мне. У меня нету силы Божьей. Я нуждаюсь в тебе». Господь поможет такому человеку. И он говорит, что стезя праведных, которые они выбрали, по которым они идут, как светило, и над путями твоими будет сиять свет. Помните, что говорит апостол Петр в 2-м послании? Быстренько откроем. Время летит. Он говорит, 1 глава, 19 стих. «И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Доколе не начнет расцветать день, и не зайдет утренняя звезда в сердцах ваших». Кто это утренняя звезда? Это Иисус Христос. И Он расцвел нашей жизни, Он зашел в нашей жизни. Христос есть путь, Он есть свет. И верующий человек, Он в один Божием Словом, который есть свет в его ноге. Я вам скажу более, что сами верующие, они свет в Господе. Они ходят во свете, подобно как Он во свете. Мы ходим во свете нашего Бога. Этот свет, если бы мы увидели, знаете, раньше рисовали такие картины, верующих рисовали, и над ними что? Такое нимф, да? Кольцо такое, да? А потом начали рисовать немножко по-другому. Богословие немножко расширяется. Потом начали рисовать картины, что от верующих человека исходит свет. Они излучают свет. Потому что этот свет, где он находится? Он находится внутри. Он в духе человека, потому что светильный Господень – дух человека. Вы – свет миру. Вы – сыны дня и не сыны ночи, говорит Слово Божие. И это светило лучезарно. Это наш Господь Иисус Христос. Путь праведника, Он сияет. И Он сияет перед другими людьми. Блеском и славой Он светит перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И что? И прославляли Отца вашего Небесного. Соломон говорит, что это возрастающий свет. Братья и сестры, это отдельная тема, но есть такая тема, над которой я размышляю – приготовиться к вечности. Это особенно касается пожилых людей. Но я хочу сказать, надо начинать, когда вы еще маленький. Уже нужно готовиться к вечности. А тех, у которых уже голова седая, это уже тысячу процентов надо готовиться. Надо прилагать максимум усилий. Так вот, жизнь верующего человека – это возрастающий свет, который более и более светлеет. Знаете, ну, не так, как свет метеора. Раз появился, и рассеялся, и исчезает. Или свеча, которая горит, тусклая и сгорает, да? Но подобен свету восходящего светила, который более и более светлеет. Мы возрастаем по знанию Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, и в конце настанет полный день. Здесь мы находимся, как мы говорили, в состоянии постоянной борьбы, но этот рассвет, он в конце концов превратится в полдень. И на земле мы не можем быть совершенными, но мы постоянно стремимся к этому. Мы освящаемся, как будет Священное Писание, Святое освящается еще, Правдае дотворит правду еще. Но мы не станем совершенными, пока мы не попадем на небеса. И Библия говорит, что праведники там воссияют как? Громче, пожалуйста. Как светило небесное. Мы не можем смотреть на солнце просто так. Нам нужны, знаете, вот как пользуются сварщики, да? Щиток такой. Вот через щиток можно смотреть на солнце. А так нельзя. Так будут сиять праведники. Поэтому нам нужно стремиться вперед. Возрастать в благодати. Возрастать в нашем Господе Иисусе Христе. Итак, стезя праведней, как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня. Нам нужно проверить свою жизнь. Братья и сестры, возможно, мы где-то остановились. И наше движение вперед и вверх, возможно, приостановилось. Нужно испытать самих себя в свете Слово Божие. Что нужно делать для того, чтобы мы могли духовно возрастать? То есть условия духовного роста. Первое. Ну, мы все знаем эти условия. Это молитва. Это разговор с Богом. Как кто-то сказал, когда мы обращаемся к Богу, мы говорим с Богом. Когда мы читаем Слово Божие, то что? Бог говорит к нам. Поэтому первое условие духовного роста – это молитва. Это разговор с Богом. Второе – это изучение Слова Божия. Слово Божие – это пища для нашего духа. Третье – это общение со святыми. И вы правильно делаете, братья и сестры. То, что приходите в Дом Божий, и мы имеем общение во имя Иисуса Христа. И четвертое – это жажда по Богу. Жажда всегда Бога, Его присутствия и Его славы. Мы перейдем к второму пункту. Мы выяснили, что стезя, дорога, путь праведного, оно как светило лучезарное, становится все светлее и светлее. Но 19 стих мы прочитали. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают, обо что споткнуться. Эти люди ходят на ощупь, и они не знают, куда они идут. Библия говорит, что они похожи на животных, которые воятся инстинктами и своими желаниями. И ужасная участь ожидает их, если они не внимут Божьему Слову. И автор предупреждает нас, чтобы мы не имели с теми, кто творит дела тьмы. Если мы внимательно читаем книгу притч, то здесь наставление. Слушай наставление матери твоей. Слушай наставление отца твоего. Будь внимательный к тому, что говорит Бог. Не имей общения с теми, кто творит дела тьмы. И сегодня это не обязательно, знаете, вот так даже просто общаться с человеком, иметь с ним диалог. Достаточно зайти в интернет. И там можно найти общение с нечестивыми и оскоренить свой разум, оскоренить свои чувства, желания. Поэтому не имей общения с теми, кто творит дела тьмы. Почему? Потому что их конец внизу, а не вверху. В преисподней. Мы никого не судим. Христос никого не судил, и мы никого не судим. Мы просто говорим то, что говорит Слово Божие. Путь нечестивых, как тьма, и он очень опасен. Они попадают в беду. И это тот путь, которого мы должны избегать. Пусть Господь нам поможет в этом, братья и сестры, чтобы мы действительно могли возрастать в познании Господа нашего Иисуса Христа и делать это постоянно, чтобы у нас был духовный рост. И смотрите, мы еще быстренько посмотрим некоторые места Писания. В Первом Послании Иоанна, здесь апостол говорит о различных стадиях нашего духовного роста. В Первом Послании Иоанна, 2 глава, 13 стих. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали безначального. Я написал вам, юноши, потому что вы сильны, и Слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого». Младенцы, дети, отроки, юноши и отцы – это ступени духовного развития. Младенец, он пьет только молоко, спит и кушает, и растет. Но человек, который возрастает в своем Боге, он уже способен помочь другому человеку, поделиться благовестием, Словом Божиим с другими людьми. Пусть Господь нам поможет, чтобы мы возрастали в нашем Господе Иисусе Христе, чтобы мы действительно осознавали опасность этих широких пространных путей, и чтобы мы всегда выбирали каждый день идти по этому узкому пути. Аминь. Помолимся. Господь наш и Бог наш, мы благодарим Тебя, что Ты спас нас по Твоей великой милости, баню возрождения и обновления Святым Духом, который Ты обильно излил нас через Твоего Сына Иисуса Христа. Господи, это не наша заслуга. Мы не искали Тебя, потому что никто не ищет Бога. Господи, но Ты нашел нас, Ты проговорил к нашему сердцу, поэтому мы славим Тебя, Господи. Ты поставил нас на этот путь, святой путь, по которому пойдет даже неопытный и не заблудится. Господи, мы взираем на Тебя. Помоги нам идти по этому узкому пути, не сворачивать ни направо, ни налево, чтобы действительно наш путь, он как светило лучезарное, становился все светлее и светлее по мере нашего приближения к вечности. Благослови каждое сердце, укрепи Твоей благодатью. Если кто-то споткнулся или упал, Господи, Ты силен восставить Своей благодатью Духом Святым. Слава Тебе за все, наш Бог. Аминь. Слава Тебе за все, наш Бог.